Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. Сегодня мы продолжаем говорить о биоэнергетическом анализе и психосоматических заболеваниях. Со мной в студии психолог, телесно-ориентированный терапевт Алексей Титенков. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сегодня продолжим тему о психосоматических заболеваниях, о психосоматике. В последние годы популярна такая теория о том, что тело служит душе, и физические какие-то функциональные нарушения, они как раз берутся из головы, из сознания. Вот расскажите, так ли это, и как, собственно, к этому относится традиционная медицина, и что об этом думают психологи? Традиционная медицина, как относится, это медиков надо спросить. Ну и у меня есть подозрения про то, что медицина, как вот современный человек, относится, вот она имеет дело уже с последствиями функциональных нарушений, которые со временем, ну, перерастают в заболевания. А моя позиция, вот как психолога, что эти функциональные нарушения, они берутся из области отношений. Вот. Что если вот говорить про психотерапию, что она в трех таких сферах действовать должна. Духовная сфера, это сфера эмоциональных отношений. То есть здоровая духовность, это когда есть у каждого хорошее свое место. В семейной системе, например, да. Все полюбовно друг с другом действует, содействует. Вот духовность. Есть душа. Душа – это то, что чувствует. Вот она разговаривает с нами языком телесных ощущений, если тело живое. Ну, а дальше эти нарушения мы можем видеть в теле, которое все-таки душе должно служить. Когда оно не может служить, совершать какие-то действия, то есть вот поведение нет нужного, да. Человек не может взять то, что ему нужно, договориться, быть личностью, быть собой и действовать, да. Вот тогда это приводит к функциональным нарушениям сначала, к душевной боли. Душевная боль – это когда я борюсь с какими-то своими чувствами. Если я борюсь с печалью, например, у меня будет блок здесь, в горле, будут спазмированы мышцы в шее, это вызовет нарушение кровообращения в этой области, а длительное нарушение кровообращения в этой области приведет к нарушению функции, а потом уже к, ну, каким-то структурным изменениям там в тканях. Вот идея в этом. И психолог может помочь вылечить это заболевание? Психолог не Иисус Христос, к сожалению, да. Но лечит он, наверное, как-то похожим образом. Если это лечение души душой, то есть нужно как-то прикасаться к другому человеку с любовью. И это помогает. Да, психолог может помогать. Если есть психосоматическое заболевание, там уже есть заболевание, и там нужна медицина. Нужно то, что умеют делать медики медикаментозно, своими способами. Но это вернется потом, если это не проработано с психологом? Да, если мы берем психосоматические заболевания, то их пусковым механизмом является, ну, такой психоэмоциональный компонент какой-то, то есть нарушение в области эмоциональных взаимоотношений с другими или с собой, да. Но мои нарушения в отношениях с собой, они тоже взялись из нарушений в отношениях с кем-то. Например, мама мне говорила, нельзя злиться. То есть я, как живое существо, злился на что-то там, пытался за что-то бороться, а она говорила, это плохо. Я перенял ее отношение к этому своему живому свойству. И раз это плохо, я должен с этим бороться, да, в себе. Я должен это подавлять. Все. Другого выхода, никакого этого нет. И тогда я не могу в этом мире бороться вообще ни за что. Я не могу быть агрессивным. В хорошем смысле, да, нет. Быть агрессивным, в хорошем смысле, это занимать свое место в этом мире. Расширяться. И личностно, и физически, да. Ну вот, и видно, что из отношений с мамой я взял отношение к природе, агрессивность – это часть природы. Перенял это отношение, и с этим отношением живу. То есть у меня было вот названо чем-то плохим. Ну и все. И дальше, исходя из этого, если я борюсь своей агрессией, например, тоже как пример, я не могу поднять руки вверх и угрожать, например, да, сказать, перестань так делать. Если ты не перестанешь так делать, я разрушу эти отношения. Так, и что происходит? Что происходит? Ну вот, когда это все блокируется. А, происходит, ну тоже в зависимости от характера. Мы стали в прошлый раз по характеру говорить. Во что это вытекает? Безвольное подчинение. В присутствии рядом с другим человеком и в жизни, без себя. Это приводит, можно сказать, к личностной смерти такой, ну к замиранию. А если говорить о психосоматике, во что это может вылиться? Когда человек борется с гневом, чаще всего это приводит к, ну вот если в это углубиться, два там чувства таких, борьба за что-то свое и невозможность это сделать, да. То есть отчаяние и бессилие. И вот одновременно два этих чувства внутри, то есть давайте еще к клоуну вернемся, и к биологии такой, психо биологии. Клоун говорит, что мы, ну не только он, что мы, есть в нас животная часть, мы злимся, он говорит, так же как собака, ну или любое другое существо, животное. Энергия гнева идет от ног, от земли, поднимается по спине, доходит до глаз, до клыков, до рук, чтобы и от сильной злости может даже шерсть дыбом стать как бы. Поднимаются плечи, а выразить это нельзя. И этот заряд этой энергии остается внутри. И хронический спазм в этих мышцах мешает оттоку крови из головы, то есть нарушается кровообращение. Ну вот и дальше начинают нарушаться функции. Но самое частое проявление это гипертония. Это повышается давление. И вот люди, и потом, формируется все это очень рано. Вот человек, если взять человека с гипертонией, сказать, что у тебя в этот момент, когда у тебя случается приступ, повышается давление, ты чувствуешь в этот момент отчаяние и злость. Злость как энергию побуждающую к действию, но ты не можешь ничего как бы сделать. Ты в какой-то как заложник ситуации находишься. Человек это не сможет осознать. Он давно игнорирует эти чувства свои. И он как бы такой алекситимичный. Он не способен эти чувства распознавать. Он чувствует их, ощущает их только как уже болезнь, как вот бессилие, невозможность действовать, необходимость лечь, успокоиться. Но провоцирующие эти переживания, эти чувства, фактор находятся в отношениях. Дальше интересно так происходит. Вот насколько мы осознанные, да? Если у меня сформировался в детстве какой-то способ поведения, я переношу его во взрослую жизнь неосознанно. То есть я вот умею как-то на велосипеде ездить, я так же и езжу. И подбираются такие люди в моей жизни, которые на это реагируют. То есть моя жизнь мало меняется. Жена похожа на маму. Друзья похожи на маму. Тех, кого я люблю, похожи на маму. Они меня продолжают так же травмировать. Подавляют. Да. Как это происходило в детстве. И я строю вот именно такие отношения. И моя структура, привычная для меня, она поддерживается, уравнивается. Что делает психолог? Ну, психолог помогает осознавать чувства. Вот я говорил, что очень упрощенно, да? То есть эту травму из детства мы оживляем, если человек не осознает, да? Да, да, да. Психолог дает поддержку информационную. Ну, то есть, когда человек приходит, начинает о чем-то говорить, ему, я, например, даю интерпретацию и говорю, похоже, с тобой вот это происходит. Это вот так называется, это вот так. Человек говорит, да, да, точно, это так. У него нет слов для того, чтобы называть то, что с ним происходит. Вот у меня есть там клиенты с пограничным состоянием. Это очень мощная диссоциация, когда происходит человек как бы не в себе. И часто такие люди живут с ощущением, что я как бы не в свою жизнь живу. И я как бы не всерьез живу. Вот. Все какое-то не очень реальное. И они к этому привыкли. И для них это как бы, исходя из того, как они смотрят, норма. Ощущать так себя. Ну, вот у этих людей случаются панические атаки, например. Это вообще переживание ужаса. И ужаса небытия. Что я как холодная там глыба в космосе, никого нет. Я ни с кем не могу построить контакт. Никого нет рядом. И я еле-еле там живой. Но это ужас младенческий ужас. Это реальная ситуация, в которой человек много-много раз был в младенчестве своем. Вот. Просто теперь он таким же способом защищается, как бы, когда возникает сильная стрессовая ситуация, он вот так реагирует. Небытием. И попаданием в замирание в такое. Вот. Так. Ну, в общем, вот так. Хотелось бы еще затронуть тему обиды и вины. Насколько я знаю, это такие формы проявления пассивной агрессии. И то, и то агрессия. Но если обида – это агрессия на кого-то, да, что мы злимся, но не выражаем ее наружу, а где-то это внутри происходит. А вина – это агрессия на себя. Я сам виноват. Я злой на себя. И то, и то, оно застревает где-то внутри в человеке, да, и разрушает. Вот каким образом, что происходит с человеком, который в себе держит эти чувства. И как их можно выразить? Вот. Тоже, ну, одно из таких базовых понятий в терапии. Любой болезнь – это когда, ну, так грубоче, это когда я сам с собой пытаюсь жить. Сам с собой вот внутри себя совсем пытаюсь справиться. То есть я сам себя ввожу в изоляцию. То есть я не делюсь чувствами, я не вступаю в контакт. Да, ни с кем. Вот как бы так и выглядит проблема. И это такая проблема, как мы в прошлый раз говорили, да, вот про базовые права, которые осваиваем, рождаясь, осваивает, отрождаясь ребенок. Характер, который формируется, обида и вина – это чувство чаще всего вот, ну, если агрессия на себя, то есть на свои потребности. Я какой-то не такой, я ненормальный. То есть я не должен хотеть ничего. Со мной что-то не так. Да, это шизоидная травма часто. А обида – это… Вот чтобы это понять, надо про полуторагодовалый вот этот кризис немножко поговорить. Давайте. Когда я уже вырос до полутора лет, и все хорошо, я осознаю свои потребности, я проявлял свою волю, ее не игнорировали и не подавляли, да. То есть тут начинается у детей с родителями конфликт воли. Мама уже не может столько давать, а ребенок начинает требовать. То есть у него кризис. Он умеет получать все, что ему нужно, плачем. Он плачет – мне плохо, сделайте что-нибудь. Но у него к этому времени уже есть ресурс. Он уже разговаривать умеет. И дальше вот этот кризис, он про то, чтобы ребенок научился использовать слова. Перешел из такого животного существования, очень простого, в какое-то более человеческое. Да, то есть вторая сигнальная система развивается. Это трудно. Начинать разговаривать, подбирать слова. И возникает конфликт воли. Ребенок учится смиряться. Его заставляют. Да. Обстоятельства жизни – это тоже очень важный принцип, принцип реальности. Что ты не можешь есть мороженое каждый день, например. Да, у тебя есть такое желание, это хорошо. Все его любят. Ну, здорово. Мы тебе хорошее покупаем мороженое. Но ты будешь есть его раз в неделю, в субботу, например. Это ради твоего здоровья. Мы родители, мы так решили. Он говорит, плачет, плачет. Он говорит, ладно. Компромисс. Это в полтора года уже можно так? Начинается этот процесс. С полутора до трех он идет. В это время ребеночек топает ножкой. Ну, вот люди, у кого тяжелые такие… Я не согласен. Да, да. Или я так хочу, а я так думаю. Очень интересно. Это знаете, как я вот по своим дочерям видел. Что наступает, например, кончилась зима, значит, весна пришла и лето идет. А она привыкла ходить в определенной одежде, там, в сапогах теплых. И вот собираемся на улицу гулять, а мама говорит, ты в этом, тебе будет жарко, в этом будет плохо. Она говорит, нет, она же еще не знает, что ей в этом жарко будет и плохо. Ее опыт-то другой, да. И вот что делать? В этот момент можно сломать ребенка, навязать ему волю свою, а его волю вообще проигнорировать. Но это касается ведь его тела, его потребностей, его действий, да. Это вот плохо. Почему они все понимают? Да. Как мы выкручивались, например, я говорил, ладно, я сейчас пойду с ней гулять, давай ту одежду, которую надо. Я просто брал ее с собой на улицу, эту одежду. Мы выходили, ей становилось жарко, я говорю, ну вот видишь, мама же говорила, давай, видишь. Это легкий пример. Да, давай, вот есть сандалии, теперь их переоденем, и ты в них пойдешь. Ну, еще родители могут, например, бояться, что что люди скажут, вот как ребенок одет. Вот она у нас младшая, например, все лето и всю осень проходила в одной полюбившейся ей майке. Ну это легкий пример, все равно. А если вот руки в мясорубку хочет засунуть? Это нельзя. Ну вот, да. И об этом и речь, что нужно оставить право и какое-то время. Ну вот Вайлетт Оклендер приводила такой пример. Если ребенка все время подавляют в семье и игнорируют, раз, один час в неделю, или два часа в неделю, она рекомендует семье, выделять время, когда вся семья собирается, и вы все делаете то, что инициирует ребенок. Вот он говорит, мы все там сейчас будем играть в кубики. Вы все садитесь, все бросаете, играете в кубики. Час. Это дает ему опыт того, что в жизни может быть что-то по моей воле. Я могу быть хозяином этой жизни, и за мной могут пойти. То есть я могу быть лидером на этот час. Вот в чем смысл? Смысл, если вы все время будете ребенку потакать из чувства вины, да, что я плохая мама или плохой папа, а он уже так много всего хочет, а мы вот не можем ему дать всего, чего он хочет. Это превратит его в истерика, которая всегда в истерику впадает. И вот в обиде, потом он с этим вырастет, и будет в обиде, все будут ему должны. Вот, он будет обижаться. А если вы сломаете его волю, он будет безвольным, он не будет знать, что он хочет. Это другая крайность. Да? Нельзя все время потакать, нельзя сломать волю ребенка. И вот это такой кризис. И это кризис про то, что нужно учиться договариваться, разговаривать. Что мы можем тебе дать, что не можем. Когда? С чем-то тебе придется смириться. Не имеешь... Ну, как... Это категорически неприемлемо, там, бежать через дорогу. И родитель даже грозным может быть. Он может быть... Вот ребенок побежал, а ты не успеваешь, например, за ним. Надо крикнуть, стой, чтобы он испугался и остановился, замер, да, чтобы спасти ему жизнь. Это его не травмирует, не убьет на всю жизнь. Это ему спасет жизнь. И он будет понимать, для чего нужен страх. И что папа и мама, они могут быть грозными, там, властными, но и добрыми. Другие моменты. Вот. И это... Если про психосоматику, например, говорить, да... Мы про обиду и про вину говорили. Про обиду и про вину. По что это выливается потом? Застрявшие эти чувства внутри. Мы, например, смотрим на нарушения, исходя из характера. Ну, то есть характер, это... У него есть свое отражение в теле. Вот человек с шизоидным характером, худенький. Все могут, там, испытывать чувство вины и обиды, да, и вот эту аутоагрессию на себя. И из любого возраста. Вот. Там, с трех до пяти, например, вот, чтобы сказать еще, да, это... С полутора до трех ребенок осваивает автономию. То есть зависеть от своих желаний и действовать, исходя из этого. Или смиряться не с тем, что... И думать своим умом. Поступать по-своему. Вот как идти на улицу в теплых сапогах. Если мне говорят, что ты спаришься, я-то этого еще не знаю. Мне нужно право на мою ошибку, как бы. Право постигать этот мир. Что происходит, если блокируются в детстве эти чувства и потребности? Ну, что дальше, да? Уже во взрослом возрасте. Во взрослом. Может ли такой человек быть автором своей жизни, автором каких-то проектов? Может ли он чувствовать вот это вдохновение внутри себя? О, а я сейчас вот это сделаю по-своему. Вот так. Он не может как бы этого. Он становится исполнителем таким послушным. И он как бы, ну, отстранен от жизни. Отстранен от своей личности. Вот что с ним происходит. С человеком. А если говорить о психосоматике, это во что может вылиться в какие-нибудь заболевания, может быть, соматические? Ну, вот тех, про которые мы уже и говорили, в гипертонию, например. Или когда нарушается вот это право в поддержке, ребенок плачет, а плачь тоже не приносит ему никаких результатов. Вот начинают легкие страдать. Ну, нельзя дышать. В этой же книге вот «Радость» есть пример, когда он описывает, как случился первый раз астматический приступ у ребенка. Да, что братик с сестрой играли, сестра чуть-чуть постарше. Вот она что-то на братика разозлилась, кинула в него мечом, и отец заорал грозно так. Она стала плакать. Да, он ей говорит, иди вот в туалет, закройся там и не выходи, пока плакать не перестанешь. А ей же горько, обидно, она там защищала себя. И через какое-то время она перестала плакать и не выходит, замерла. То есть он ее заставил бороться со своей горечью, обидой, плачем. Она плакала, плакала. Вот что с ней там происходило? Она боялась, что она никогда оттуда не выйдет. И у нее печаль со страхом переплелись. И очень сильно этой энергией возникнут спазм. Перестала дышать. Он забежал, она там бледная лежит, неживая практически. Какие еще заболевания могут? Вот, например, разбитое сердце – это отвергнутая любовь. Сердце, сердцевина, так если психологически смотреть. Рядом вот с диафрагмой, с желудком. А в какой момент можно поймать вот эти вот психические, психологические состояния, и чтобы это не привело к заболеваниям соматическим? Вот. Как это поймать? Бывают два варианта, вот насколько я вижу в реальности. Когда ребенок начинает страдать и приходят родители, которые что-то не умеют сами, это вызвало страдание у ребенка. Тогда надо работать с родителями, чтобы они научились чему-то, да? И они создадут более здоровую среду, в которой ребенок поправится. А во взрослом возрасте? А во взрослом возрасте любой человек в любое время, заметив в себе трудности какие-то, имея капельку веры, надежды на то, что это может разрешиться, и имея возможности, поскольку эти услуги не предоставляет государство людям, да, в нашей стране, и мало где предоставляет, то это работа такая, это терапия частным образом, когда человек должен платить за себя, имея возможности за себя еще платить, но и желание, в любое время можно приходить и работать с этим. Но по моему опыту терапии, вообще личной жизни в этом пространстве, я вижу, что всегда у человека происходит улучшение, постепенно, постепенно человек улучшается, улучшается, если нет заболевания какого-то. То есть может и не привести к этому? Если есть психическое заболевание, и это как бы такое не пограничное расстройство личное, а прям заболевание, со временем человек ухудшается, уже выглядит, хуже себя чувствует. А расскажите о ситуации, когда человек начинает сам себе придумывать какие-то заболевания, на самом деле и проходил обследование, и все хорошо, но вот он говорит, вот здесь болит. Анализы ничего не показывают, врачи разводят руки, но тем самым создается иллюзия какой-то болезни. Такое в вашей практике было? Что это такое? Это вот если брать вот эту, да, схему, право быть живым, право на поддержку, в том числе информационную, зависеть от своих желаний, утверждать себя. А пятое право, все никак про него не скажу, это вот тоже вот сюда относится. Открыто желать и без страха и стыда удовлетворять свои желания. Оно с трех до пяти, когда мы обнаруживаем свой пол. Смотрим все в странишке, ой, я как папа, или я как мама, а что с этим делать? И как бы ребенка начинает интересовать вот эта половая жизнь. Что происходит? Есть мужчина, есть женщина. В это время мы начинаем идентифицировать вообще половые органы. До этого времени мы их не идентифицируем, мы целые, как бы всем телом одинаковые. А тут появляется половая принадлежность, вот, и появляется влечение, интерес. И, ну, тоже, да, если коротко тут не скажешь, что должны сделать родители? У нас осталось две минуты. Две минуты. Родители, скажу. Да. Мама или папа должны сказать, ой, ты вырос, ты уже понимаешь. Вот, ты очень хорошая девочка, да, но папа, это не твой мужчина, он не может заменить тебя мужчину. А твой, он не может быть твоей парой, хоть ты его любишь, он красивый для тебя, а твоя пара где-то ходит. Она растет. Это в пять лет. Вот с трех до пяти. С трех до пяти у ребенка появляются вот эти вопросы, да. И это основная, основной мотив развития психики. Вот. И здесь будут, если это право открыто желать чувствовать свою сексуальную энергию, да, и себя как половое существо, идентифицируя там половые органы, да, если у ребенка нету представления о том, как с этим быть, он начинает так же бороться с этим свойством. Вот, он не способен испытывать удовлетворение, да, радость, удовольствие вообще под запретом. И развиваются психосоматические заболевания, связанные с половой сферой жизни, именно телесно. Потому что эта энергия подавляется застой в тазу, в тазовых органах. А про придумывание болезни? Про придумывание болезни. Это про отсутствие опыта поддержки информационной. Потому что вот с полгодика до полутора лет вот это право освоения, освоение права в поддержке, это время, да, ребенку нужно рассказывать, как устроен мир, больше с ним разговаривать. У него появляются вопросы, а это что, а это как, а это про что. У него появляется доверие и вера. Доверие, вот. Да, доверие тому, что папа говорит все правильно, мама, вот это, вот это. А я вот тоже это называю, с этим взаимодействуем, оно так. И люди, ипохондрики, да, вы называете вот эту ипохондрию, человек выдумывает, ему плохо, да, он не может найти. А из-за чего же ему плохо? Из-за чего же ему плохо? И его все начинают отпидывать. Он вот как этот оральный ребенок, которому ему надо присосаться к груди. И он сам себя убеждает, что мне плохо, да, боль, еще больше, когда все его отталкивают. Он не убеждает, он просто в этом состоянии находится, в этой травме психологической. Он в этом состоянии голодного, который не верит, что может получить то, в чем он нуждается, что хоть кто-то есть, кто ему может помочь. У него агония такая внутри этого человека. И он над ней отделен немножко, и как бы с этим вот ядром существует, а живет компенсаторно. Он там ходит на работу, он что-то делает, но это все не очень ему живое для него, весь этот мир. Алексей, наш эфир подошел к концу. Получится в двух словах дать какую-то рекомендацию людям, вот уже во взрослом возрасте, что сделать, чтобы уменьшить риск именно психосоматических заболеваний, проявления? Болезнь – это все мы болеем. Человек существует болезненно. 200 раз примерно среднестатистически за жизнь болеет, 20 заболеваний могут быть смертельными, а от одного из заболеваний в старости умирает. Болезнь – это часть жизни. Психосоматическое заболевание тоже. И у каждого человека есть заболевание какое-то. Ну, не говорят про то, что мы гриппом болеем. Болезнь должна нас учить. Она всегда чему-то учит. Быть более бережным к себе, к другим. И если есть, начните в это вникать. Можно иметь болезнь, расстройство какое-то, и можно с этим жить. Только можно уменьшать влияние, деструктивное влияние своего заболевания. Можно вообще этот процесс… Ну, как, болезнь же ведь хроническая. Она усугубляется, усугубляется. Вот можно этот процесс с помощью психологии и психотерапии развернуть в обратную сторону. Вот я был скрюченный такой, весь зажат. У меня болезнь, у меня кифоз позвоночника. А сейчас я выпрямляюсь, выпрямляюсь. Я чувствую, что болезнь меня отпускает. Я более свободным становлюсь. Более открытым миру, там, к чувствам своим и контактам. У меня есть болезнь, да? И вот я крайнюю степень ее видел, там, скованности и ужаса от этого. Но я живу, и болезнь все меньше и меньше на меня влияет. У меня реже болит голова, потому что у меня здесь тоже был вот этот зажим. Нельзя было гнев выражать. Но все там хрустит, выпрямляется потихонечку. Кровообращение улучшается, я становлюсь все здоровее и здоровее. Хотя у меня болезнь есть. Вот не в двух словах, а вот так, да? И не бойтесь своей болезни. Исследуйте ее. Смотрите, чему она вас учит, чему она вас подталкивает. И найдите себе хорошего, помогающего специалиста в этом. То не просто будет с симптомом работать, а начните, вот людям, у кого психосоматика, начните вникать в духовный смысл, душевный смысл. Попробуйте увидеть, какие чувства у вас в этот момент есть, когда у вас приступ. И что вы с этими чувствами делаете. Чувства – это то, что должно нас связывать с другими людьми. Это была программа «Разговор по душам». Гостем сегодняшнего эфира стал психолог, телесно-ориентированный терапевт Алексей Титенков. Берегите себя, свое здоровье, не нервничайте по пустякам. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова